Всем привет, друзья! Первый рейс, наконец-то, долгожданный первый рейс Поехали мы, значит, в Городский район Ремонтировали машину, а долго ждали Потом несколько дней сидели, ждали, пока нам дадут рейс Ничего не давали, в общем, дали рейс Сейчас поедем, посмотрим, что там у нас с дорогами Только выезжаю из Куркара, сейчас начинаем заехать на заправочку движения Сейчас заедем, заправимся и в путь В общем, 90 километров хорошей дороги Потом 100 километров плохого асфальта И потом еще там километров, по-моему, 50 У нас 50-60, что ли, грунтовой дороги В общем, суть в том, что у нас рейс с перевалкой будет То есть не прямой рейс, а мне нужно будет сначала заехать на, получается... Ну, пропустил, молодец! Ну, расскажу Значит, заехать, она будет на Гриву Там загрузиться, значит, на перевалку Везти на перевалку лес Это за Азерия Потом вернуться обратно И загрузиться уже на город Ай, места нету, бедолага! Короче, гаишники стоят Пытаюсь, что фуры тормозят, не знаю, что фуры тормозят Короче, тормозят фуры Ну, я увидел, такой, засуетился Думаю, остановлю, а места нету Вся стоянка забита А я тоже, у меня длина, что-то 20 метров Мне тоже место надо, чтобы остановиться ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ребята, процесс заправки идет Топливо у нас стоит Судья ближе ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ладно, вобщем, пока придем до Визитку ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Себе выход из requires и там 100 километров для ребят сюда такой хороший солнечный денек в общем пару дней назад у нас ночью вообще аж 0 градусов было вот это на минуточку как бы начало июня у нас часа то есть у нас обычно в Майжаре там все в тапках, в футболках начало июня в Ираке минусы вон коллегу можно заехать здесь дырку там вверху на кронке все равно не работает ну видишь эти таблички висают заповорачиваю под дорогом начало еще более-менее асфальт дальше нам начнется такой асфальт в общем что машинка после ДТП в принципе ведет себя неплохо ну выровняли же все как бы рамы и все только вот немножко тянет вправо чуть-чуть ну так значительно ну тогда бывает руку держишь потому что рука прям уже устала и меняешь там руки там в другой берешься потому что как будто как затягает рука ну видишь, либо тыру ну так, ладно, надо сейчас сделать остановочку надо камеру поставить на зарядку потом там одна батарейка все, ребят, вот, начиналась дорога вот такая вот по ней вот так ползки это 100 км вот эта гернина так уже съехал чтоб прям настроение сразу упало ну блин, да зимой-то она ничего зимой снегом нормально ее прикатают и дырами разгладят и вроде бы больше времени можно ехать а летом вот эти вот все то есть тут по какому принципу то есть ямба есть ну ее как бы не делают, да то есть когда она уже становится огромной ямой то есть в нее закладывают асфальт вот так сразу попробуют и вот мы едем до ямы, блядь, до бугор ладно, тормознемся можно вообще чайку попить потому что время уже обед а я еще сегодня не кушал за одну камеру поставил на зарядку так, ладно, ребят, чайку попили так, ладно, ребят, чайку попили пора вдвой еще 100 км еще 100 км как я говорил 100 км для внедрой дороги поэтому будем ехать будем ехать в общем, ребят проезжаем село по Пъелгина вот Пъелгина значит наши села деревни они такие вот посмотришь, да ну много таких где есть по России у нас в республике в частности да в общем деревня она вот трасса идет дорога, да на пригородах вот она вот вся вот вдоль вот этой дороги больше у нас не видеть нету, то есть просто дома вдоль трассы стоят и то есть получается деревня да деревня длиной семь километров то есть смотрите там полного магазина всего то есть если человек живет в конце деревни а магазин в центре это получается три с половиной километра там магазина блин вот так вот очень будто организовывались поселения то есть не знаю место первая браканская вот деревня криво проехали где-то здесь должен быть поворот направо не знаю а вот он скорее всего да повороте направо на браканская там вот сюда перевал где-то сейчас на браканскую зайдем узнаем что к чему вот возьмем специальный такой корешок по которому будем грузиться и поедем на погрузку к на мастер давно не видал его раньше вместе работали когда там на камазах ездил батарейцы стоял в очереди подъехал за мной встал короче друзья стоим на погрузке провалился машина короче ребят стоим уже где-то часа три наверное вольво там сзади выехала наконец-то на развороте он там что-то побуксовал стащила его не слабо и это стащила его там по грузчику мы вытаскивали но вытащили сейчас выехал напылил не слабо тут конечно ладно сейчас скоро уже все там еще одна машина остался последний magic часов там буквально минут 30 закидают и мы по ним реально устали уже столько историй все водители собрались полпой постояли столько историй уж 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 че еще делать да ладно ждем дальше ну короче сколько машин стоит уже я посчитал 9 машин собралась стоим ждем курим ребят мы тронулись поворотом до делянки хорошо недалеко но это вот рейс перевалкой у нас из делянка близко нам два с половиной километра всего на свадьбова заехать перевалку сделаем а потом уже нам надо будет подальше заезжает до поворота доедем пока поворота доедем там посмотрим смотрите ребят узкая дорога сами виде и разворот там тоже узкие поэтому сейчас здесь в карабах Встанем в кармашки, подождем, он сейчас развернется, выйдет под погрузку, а мы поедем разворачиваться. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры. Добавил субтитры DimaTorzok 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 колесики, шмалесики, там все, рессорчики вот протянул еще раз лес проголодался, вспомнил, думаю, почему так что-то, что-то думает не то, как закушать хочу утром попил чай с бутербродом и после обеда попил еще раз чай с одним пряником вот захотел покушать на легкий перекус тут огурчики с сардыльки, чайком запью вот и поедем дальше нам вообще-то надо, не знаю, ночью буду спать, нет? потому что есть информация, что Зара поставит опять весы она безной у нас вот, если поставят весы, то это будет плохо придется ехать через город через город тоже не особо хочется ехать поэтому у меня быстренький перекус и на выгрузку немножко мне осталось, я уже в поди застаю вот чуть-чуть осталось доехать доедем, выгрузимся и поедем опять весы ну там меня, кстати, уже ребята догоняют которые за мной грузились более медленно еду задняя пачка полная то есть получается две пачки у машины вот а пачки лежат ровно посередине лесорамы то есть два колеса ну то есть грубо говоря как весы то есть задняя пачка полная очень сильно пинается маленькая ямка и ты едешь, тебя просто тын-тын вот так вот пинает олешка уже проехал, за мной грузился, уже догнал меня молодец, быстрер парнишка олешка, кстати, смотришь если меня, привет тебе, это только что ты проехал ладно, доедаем и вперед олешка, что ты на город? олешка, что ты на город? в общем, от асфальта отъехал уже 20 вот, ну, вот такая дорога я надеюсь, что-то видно в общем, еще 50 километров вот такой дороги средняя скорость блин, я думал, я чуть-чуть быстрее поеду средняя скорость у меня где-то в районе 25-30 километров в час потому что ямки есть, продавленные уже вот, дорога чистый песок вот сейчас умыение со скоростью 30 километров в час все как бы это вот ну, местами-то можно чуть-чуть подрассогнаться да, вот ну, встретим так значит, груженый сейчас выехал на Брагерскую у него спросил он говорит, машин хватает машин хватает как бы, поэтому где уже получится, наверное, в очереди поспать а это, кстати, самая классная в очереди поспать где уж не теряешь много времени ну, то есть не надо останавливаться потом спать то есть ты можешь просто в очереди стоять там два часа просто три часа взять уже пять два-три часа там поспать и все этого уже хватает чтобы доехать до города ладно, в общем, едем пятьдесят километров до Делянки грузимся и как пробка из-под шампанского нахер вылетаем нахер 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 не 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Далее 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 Субтитры делал DimaTorzok Далее 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 Далее